Мы не уедем с домов вородёра, мы будем до последнего. Вы говорят, вы эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас в наглую растаскивают, нас залазят. Красно-белые обворовали, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители подходят и просто обворовывают дома. Много эвакуировались люди, потому что невозможно, цвета, газа нет, а как холодно, и что делать. Вот кто-то ещё держится. А вообще мародёрство идёт, ну как бы дома-то страшно оставлять. То, что вода и плюс ещё всё вытащит. Ну, в общем, как это. Рашисты мародёрят не только в Украине. Вполне нормально для них обобрать и соотечественников. Так, ещё 7 апреля один из расистских телеграм-каналов на фоне событий в Оренбургской области писал следующее. Ситуацию в затопленных российских регионах усугубляет тот факт, что на месте трагедии активизировались мародёры. Минимум 9 человек убиты преступниками, так как пытались защитить своё имущество. Среди жертв мародёров двое детей. Источник в администрации Орска сообщил. Полиция, я считаю, не справляется со своими обязанностями. Мы отправили в Москву обращение с просьбой ввести к нам дополнительные силы Росгвардии или армии для наведения порядка. Ответов пока не получили. Ждём. Вместе с тем, собеседники в Росгвардии и Минобороны утверждают, что ничего не знают о таком обращении. Но уже всё, уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Морда. Глава Граверонского района Белгородской области рассказал, что жители эвакуированных квартир и домов повально жалуются на мародёжство. Вопрос для всех это мародёрство. Хочу сказать, что на сегодняшний день как бы делится всё на две части. Да, много было заявлений и продолжают это по Мокрой Орловке, по Козинке, по Глотово, по Горьковскому. Но мы отрабатываем каждое заявление по каждому адресу. Не просто, что там вся улица или весь регион. То есть я хотел бы обратиться, чтобы каждый указывал конкретный адрес. Хотел бы обратиться, чтобы вы не просто писали у кого-то, что из квартиры вынесли, описали конкретно имя, фамилию того, кто украл, где он живёт, номер серии паспорта, кем выдан, ИНН, номер телефона, желательно фотографию. Ну а мы уже попробуем, постараемся с этим уже что-то сделать. Но я возвращаюсь всё к волнующему вопросу домов. Вот буквально сейчас перед выходом, вышла специально на улицу пройтись, записать видео с холодной головой, перед выходом позвонила ещё одна девочка, знакомая с поселения, с той же ситуацией, что у нас в доме выбиты окна. Ну и всё сопутствующее. Не буду на камеру говорить, все прекрасно понимают, что там происходит. Лариса, я тебя люблю, я в Авдеевке. Вот посмотрите, примечательности города Авдеевки. Если не верите, семачи, смотрите, я в Авдеевке. Вот, вот поглядите, какой, какой, вот, братва, размажило всё, всё размажило. Вот, это, Спартак. А вон тут, вон, никогда поближе, подойдём, пошёл. Я иду, Ларис, я вот, вот он я, вот, в Авдеевке. Все не верят, я сюда приеду. Ну сам, выпрысился, сам. Лариса, я тебя люблю, сильно выпрысился. Лариса, здесь, в этих домах, всё есть. Телевизоры, пип, счётов и нету, ебать. Только надо электричку какую-то, грузовую, и вывозить отсюда. Никогда русский солдат ничего подобного делать не будет. Никогда. Спасти их, да. А вон там, смотри, книжные полки есть. А вон там телевизор. Только туда не попадёшь. Вон гелик стоит. Причём он не повреждённый, и вход вон. А, нету, никак нету. Входа никак нету, но он в аккурат к нам с разъёбанным подсюда. Нет. Немецкий солдат, да. Британский солдат, да. Американский солдат, да. У них квартиры-то не маленькие, б***ь, такие. Расторные. Русский солдат, никогда. Никогда. В нашей культуре-то абсолютное табу. Кроватку, наверное, заберу себе, б***ь. Б***ь, да-то. Немецкий солдат, да. Британский солдат, да. Американский солдат, да. Русский солдат, никогда. Никогда. В нашей культуре-то абсолютное табу. Мы другие, у нас есть миссия, мы не хотим залезать в чужий амбар. Мы хотим спокойствия и безопасности. Мы же находимся на вновь освобожденных территориях и не зазорно спи*** на позиции стиральную машинку у местного населения. У меня есть холодильник, стиральная машинка и унитаз у меня там есть. Естественно, я это не покупал. Это Россия! Журналисты идентифицировали несколько российских судов, которые вывозили украинское зерно из захваченного Мариуполя. Расследование опубликовал украинский проект Бигусинфо. Три российских сухогруза удалось установить благодаря кадрам из Мариуполя, снятым пророссийскими СМИ. Процесс загрузки зерна не раз попадал на видео, пишут журналисты. Так они распознали два контейнеровоза фирмы из Петербурга, а также теплоходы ростовской компании. Расследователи отмечают, что пребывание этих судов в оккупированном порту Мариуполя подтверждают и данные сервисов отслеживания судов. Согласно им, украинское зерно далее перемещалось в порты Ростов-на-Дону, Кавказ, Азов и Ейск. А управляет российским флотом в захваченном Мариуполе компания, которой подчиняется Министерству строительства России. Напомню, что по данным Киева, за два года полномасштабной войны с оккупированных территорий было похищено более 15 миллионов тонн зерновых. В Кремле это не комментируют. Но оккупационные власти публично подтверждали, что вывозят украинское зерно в аннексированный Крым и занимаются его продажей. Сейчас к другим темам. Украинские беспилотники атаковали учебный авиационный центр подготовки в Воронежской области. В Министерстве обороны России утверждают, что над регионом удалось сбить два дрона. А вот украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах пишут, что в результате атаки поврежден главный производственный цех. О том, что оба дрона врезались в фасад здания, сообщают и российские телеграм-каналы. Атаку на завод подтвердил нашим коллегам из украинской службы Радио Свобода представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Переднюю информацией уражены основные виробничьи потужности предприятий. Ну вы понимаете, что это такое? Происходит или нет? Кто-то понимает это? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok